Добрый день! Здравствуйте! Мы встретились сегодня в Калуге и первый вопрос, который я хочу задать, как город? Вы уже успели по нему погулять? Да, действительно, я здесь, это второй день, вернее, да, потому что после вчера я приехал, и я могу сказать, что больше, чем о городе, я могу сказать о атмосфере города. Здесь архитектурные более-менее понятные вещи. Вот дворики, которые там случайно поворачивались, красота уникальна, реально удивительная, неожиданно. Там растения, странные архитектурные решения, странные домики. Здесь впечатляет, что ничего не большого, понимаете, нет ощущения, что в городе, в том числе в большом городе, и в маленьком, да, как поселок, атмосфера. Это очень приятно, очень уютно и неожиданно, потому что реально там большой, может быть, даже главная улица, и прямо там дворики. Тебе стоит всего лишь делать 20 метров, как будто в другом измерении даже. Поэтому я могу сказать, что приятно, конечно же. Потому что это город имеет прямой связь с космосом, может быть, из-за этого, но не могу сказать, что это какой-то не... Это... Ощущение действительно странные, хорошие, да. Подскажите, где можно посмотреть современное искусство в Калуге сегодня? Смотрите, есть фестиваль сейчас идет до 2 ноября, фестиваль МОСТ, это фестиваль современных искусств, и в том числе визуальное искусство. И есть большая выставка на заводе, Ермолах, по-моему, называется, завод, но на сайте можно найти правильное название завода, но завод это именно контейнер. Выставки огромные, большая выставка, очень хорошие работы, сильные, действительно. И еще есть галерея в центре города на Тетральной улице с прекрасными скульптурами Ивана Горшкова прямо у входа. Тоже дворики, там что-то, эти скульптуры тоже дают тебе только определенное понимание, что место действительно удивительное. И несколько еще проектов. Плюс я здесь, потому что меня пригласили читать лекции. Вчера был марафон лекций, и я очень любопытно, организатор выбрал эту тему, связанную с счастьем. То есть нам попросили объяснить публике, почему самим искусство делает тебя более счастливым. То есть ты уже счастливый, да, потому что искусство смотришь, а почему именно ты после этого опыта смотрительное искусство и более счастливый. И действительно приятно получить такое приглашение и было приятно рассказывать о самим искусство из России и ирония. Ирония, как ключевой инструмент для художников, чтобы декустроить наш мир. Опять повторяю, здесь очень хорошее искусство, но атмосфера еще тоже хорошая. Понимаете, я не люблю те мероприятия, как Байеннале и выставка на заводе, которые не холодные, то есть очень хорошие работы, безусловно, но ты чувствуешь, что ты на выставке. То есть такой диалог я и произведение. Правильно, без этого нет искусства, я имею в виду. Когда ты сможешь искусство, то есть какое-то отражение себя, видеть в работе, какой-то диалог я и произведение. Если нет, значит, зачем тебе это? И, безусловно, может быть, то произведение даже не хорошее искусство. Но здесь, кроме этого, кроме диалога и произведения, есть тоже ощущение все, атмосфера очень активная. И фестиваль, чтобы ответить на ваши вопросы, думаю, что это очень хорошо для города, потому что реально другая оптика дает. Я думаю, что мне нехорошо знаю Калугу до этого, понимаете. Я был один раз, но как обычный турист в музее «Космонавт» и гулял по городу, все эти архитектурные памятники, церковь, прекрасно, безусловно. Но фестиваль дает тебе другое понимание города и особенно ты видишь, что город живой. Ты чувствуешь это. И самое важное, даже если ты не отсюда, ты не чувствуешь туристов. Ты чувствуешь, что этот… Ну, крайне менее я, поскольку я связался именно в искусстве, я чувствую, что это мой поселок. Вот так. И за искусство, поскольку очень короче уровень. Работа молодцы, организаторы действительно непросто, потому что такие большие проекты не делаются за один месяц. И я думаю, что трудности очень много были, но есть мероприятия и не только выступающие много чего, они большие молодцы.